Повар, слесарь, водитель, воспитатель, психолог и даже журналист. Всего учебно-производственный комбинат столицы предлагает 14 специальностей на выбор. Конкурс лучший по профессии ежегодный. Для 11-ти классников это отличная возможность проявить себя перед профессионалами, то есть членами жюри. А это может помочь в будущем. Александра шьет с детства. Любовь к шитью ей привила бабушка. Уже 8 лет девочка умела работать на швейной машинке. Даша мечтает стать дизайнером. Я бы хотела уметь любую одежду шить. От женских юбок до мужских классических костюмов. Я считаю, что это нужная профессия в наши дни, очень популярная, так как шить одежду правильно и красиво не каждый может. А вот Анастасия последние два года занимается в группе «Переплетное дело». В будущем она вряд ли станет переплетчиком, рассказывает Настя. Ее в эту группу привел интерес. Мне всегда хотелось узнать, как делаются книги, блокноты, разные брошюры. То есть мне это интересовало с самого детства. Да, я хочу связать дальнейшую жизнь с переплетным делом. То есть я хочу пойти на журналиста. Я думаю, что эти знания мне там пригодятся. Умение и знание предмета оценивает компетентное жюри. Многие из коллеги делают это уже не первый год. Каждый раз мы больше и больше удивляемся тому, как дети учатся, ну, собственно говоря, не умея ничего, и на том оборудовании, какое у них, ну, примитивно будем говорить. И они делают очень прекрасные вещи. Мы всегда восхищаемся этим и удивляемся, что даже наши рабочие иногда, наверное, не смогли бы сделать так четко, аккуратно, красиво. По словам организаторов, конкурс «Лучший по профессии» позволяет подросткам проявить себя, а победители в качестве поощрения получают освобождение от экзамена. Александра Комплеева, Павел Бажонко, Первый Приднестровский.